Я хочу с вами поговорить о том, как победить свой стыд. Я начну с того, что скажу вам. Иисус вас никогда не осуждает, чего бы вы ни стыдились в себе. Иисус вас ни за что никогда не осуждает, чего бы вы только ни стыдились сами в себе. Я хочу этим утром убедить вас, что вам абсолютно ничего не нужно стыдиться в вашей жизни. Вам нужно только увидеть, что Иисус вас не осуждает. Я молюсь, чтобы ваша жизнь была открытой книгой для нашего Отца, и что Святой Дух мог выполнять свою работу, и вы сможете вести полную жизнь, счастливую и спокойную. У нас у всех есть свои секреты, о которых мы не хотим рассказывать другим. Давайте будем честными друг перед другом. У меня тоже есть свои секреты, я думаю, лучше бы мне о них никому не рассказывать. В лучшем случае я расскажу о них своей жене Хайде. Вы все представляете, о чем это я сейчас говорю? Мы иногда делаем все, чтобы никто об этом не узнал. Но вы же знаете, что это не скрыть. У меня есть одноклассник. Очень давно еще и в садик вместе ходили, тогда еще были талакары, которые толкаешь, и если она проедет у вас по ноге, то вы сразу попадете в больницу. Он был самый крутой в классе и всегда сидел за рулем. И все толкали его вперед, потому что он всем нравился. С ним было всегда весело играть, у него были самые интересные игрушки, ну, примерно как пистолеты, ружья фирмы Нерф. Мой сын Ной сам на свои карманы и деньги купил ружье Нерф. Это такое огромное ружье, которое перевешивает самого мальчика. Мы всегда такие покупаем, гигантские. Это малыши такие. Помните, как у нас были стеклянные шарики? Красивые, блестящие. На них можно было жизнь отдать. Такими ценными они нам представлялись. И однажды мне разрешили вместе с ним поиграть в кемпинге. Это же так здорово поиграть с самым интересным мальчиком в классе в его кемпинге. Я помню, что коробка с шариками стояла у него в кемпинге. Эти шарики своим блеском мне подмигивали. Они манили меня. Возьми меня. Я в один момент набрал полные карманы этих шариков, и вот шаки, так звали этого мальчика, как закричит, а где мои шарики? Их тут так мало осталось. Я подумал, меня никто не видел, меня никто не видел. Я выглядел как хомяк, который набрал полные щеки еды и старался их спрятать. В какой-то момент я понял, что меня поймали, и мне нужно быть честным. И как же так происходит, что вы все же держитесь за то, что вы этого не делали? Но облегчение, которое вы испытываете, когда признаетесь, что вы это сделали, достаете шарики из вашего кармана. И вот вы идете налегке. Я знаю об этом буквально все. В сущности, немыслимо, что мы так стараемся держаться за свое, когда мы сами знаем, что, освободившись от своей ноши, мы испытаем необыкновенное облегчение. Мне было так тяжело нести в карманах ни свои шарики. Я еще старался их спрятать. Все видят, что шарики в кармане. Я все равно говорю, что они мои. Нет, они не твои. Что-то подсказывает нам, что нам не нужно терять лицо. Мы три недели были в кемпинге в Северной Голландии. Я люблю кемпинг, и меня так воспитали, что кемпинг – это здорово. Но вся эта жизнь в кемпинге иногда кажется странной. Когда я говорю с теми, кто не ездит в кемпинге, то я начинаю понимать, что это так. Я имею в виду, утром все пятеро идут в туалет, сидят рядом и раздаются всякие разные звуки. Ну не странно ли все это? Но я все равно люблю кемпинг. Если кто-то заезжает в кемпинг, то он ставит стул перед дверью и смотрит, как там все устроено. И вы тоже смотрите. Вот подъезжает Volkswagen, выходит семья, и вы думаете, ура, сейчас четыре ребенка выйдут, и мои дети с ними подружатся. Но, к сожалению, выходит только один, но в любом случае кемпинг пополнялся, новые люди приезжали. Мы прожили там неделю. Мужчина полчаса переставлял свою машину, встал напротив поля, на которое мы так любили смотреть по утрам и вечерам. Вдруг я услышал о ругательстве. Он въехал своим домом прицепом в дерево. Я подумал, что нужно показать себя с хорошей стороны и пойти помочь человеку. Я подошел к ним, к его жене и спросил, могу ли я чем-нибудь вам помочь. Понимаете, дверь вон там, у леса, и вы потом сами не сможете зайти в кемпинг, если так встанете. Я подошел к нему, не помню больше, как его звали, и сказал ему, что дверь находится с другой стороны. Да, я знаю, я хотел только посмотреть, как машина стоит. Хорошо ли? Он не хотел признаться, потому что мужчине не пристало, и нужно сделать все, как надо. Ну и перед всеми ему хотелось выглядеть мужчиной, умеющим поставить свой прицеп. Хорошо. Позднее выяснилось, что с помощью пульта дистанционного управления можно было поставить все, что мешало ему на пути, на свои места. Что же нас заставляет быть такими гордыми и ни в коем случае не терять лицо? А ради чего мы надеваем маски и не пускаем людей ближе к себе? Не хотим быть самими собой. Почему мы ведем себя, как Адам и Ева, с тем самым фиговым листом на причинном месте, чтобы Бог не видел, что они нагие? Смешно, что мы стараемся что-то скрыть. Точно так же и в наших отношениях с Богом. Мы же знаем, что Бог всемогущий, что Бог всеведущий. И они держали фиговые листья, будто Бог не видит их насквозь. И все мы иногда так делаем. Например, когда ваша жена указывает вам на ошибку, то первое, что вы делаете, это указываете ей на ее ошибки. Вместо того, чтобы принять то, что, может быть, она права, я, может, ее обидел своими словами. Но первое, что происходит, это поднимается во мне сопротивление. Или же ваш друг говорит вам, как жить, что не согласуется с вашей набожной жизнью. И в вашей голове крутится только одно. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Я один такой, да? У меня, по крайней мере, так вопрос, который я все время себе задаю. Что если мы будем абсолютно честными сами с собой и полностью откроем свои жизни Отцу нашему? Что если мы откроем наши сердца Иисусу, чтобы быть ближе к Нему и позволим Святому Духу сделать свою работу? Что если мы будем жить, открывая сердца самому глубокому, включая все наши соблазны, все то, чего нам так не хватает, включая то, чего мы сильно стыдимся? Это и случилось в притче о самаритянке. У Иисуса произошла особенная встреча с женщиной, пришедшей за водой к колодцам. Можно себе представить, что она пришла мыть посуду. В конце дня в кемпинге она хотела избежать неодобряющих людских взглядов. Иисус же пришел туда, уставший в конце дня отдохнуть и напиться воды с колодцем. И вот он видит, как подходит эта женщина. Это не просто какая-то женщина, это самаритянка. В то время евреи не общались с самаритянами. Евреи вообще не говорили с ними. И совсем невозможно было бы представить еврейского раввина, самаритянка у колодца. Такой огромной была пропасть между ними, что евреи старались объехать их землю, их город, чтобы даже не пересекать их. Евреи считали, что самаритяне – не настоящие евреи. Почему же нет? Когда-то давно еврейское сообщество разделилось. Одна группа откололась от остальных. Сирийцы пришли колонизировать Израиль и смешались с этой группой евреев. Так и появились самаритяне – нечистые потомки евреев. У них появились свои боги, свои понятия, и возникло противостояние, постоянная борьба между этими группами. Иисуса не интересуют культурные различия этих групп. Ему неважно, как должны складываться отношения между этими народностями. Ему была интересна лишь та женщина. В главе Иоанна сказано, что ему нужно было пройти через Самарию. Он знал, что ему нужно быть там, в этой области. Ему предстоит особенная встреча. То была женщина, несущая в себе то общественное порицание, отторжение. Она пришла днем на колодец за водой. Она имела неважную репутацию на своей улице. У нее было пять мужей, и мужчина, с которым она на тот момент жила, не был ее мужем. И ту боль, и тот глубокий стыд было видно в ее глазах. Она была отверженной. Жизнь нанесла глубокие раны ее сердцем. Жизнь ее просто сломала. А знаете, стыд и страх — это две самые большие причины, по которым мы хотим сделать так, чтобы наша жизнь казалась лучше, чем она есть на самом деле. По этим причинам мы заполняем пустоту всем, чем угодно, но не решаем саму проблему, пока не столкнемся с отвержением. Эта женщина страдала от отторжения, которое она пережила. И каждый раз она все же думала о том, что делало ей так больно. О мужчинах. И мы делаем то же самое. Мы так боимся чего-то, что выстраиваем разные конструкции вокруг своей жизни, только для того, чтобы не сталкиваться с болью, которую причиняет нам жизнь. Мы чувствуем возникшую в нас пустоту и хотим наполнить ее. Говоря образно, мы идем к колодцу в середине дня за водой. Мы избегаем тех людей, которые нас снова и снова будут отталкивать. В другое время в школу, все в обход. Или же вы меняете работу, чтобы успокоить волнение внутри. И каждый раз в новом коллективе вы не находите свое место. Или же вы приходите к колодцу в середине дня, чтобы набраться смелости и завести тот самый разговор. И семейные праздники больше вас не радуют, потому что вы избегаете конфронтации. Как бы там ни было, Иисус вас никогда не осуждает. Даже ваш самый глубокий стыд, и это хорошие новости. И вот Иисус начинает говорить с ней, мы прочитаем это место. И Иисус говорит ей, дай мне пицц, и вы ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина Самаринская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня смарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. И Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знал о дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пицц, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Она не понимала Иисуса. Он говорил с ней на божественном языке, а она говорила с ним о земном. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждаться вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Чтобы понять эту часть Библии, нужно знать, что эта женщина имела точное представление о живой воде. Нам кажется, что она задает глупые вопросы. «Откуда ты возьмешь воду живую? Ведь у тебя нет ведра». В то время понятие «живая вода» было вполне нормальным. Живая вода — это ключевая, свежая, текущая вода. То есть это вода для жизни. В то время вода была жизненно необходима. Она давала им жизнь. В еврейской культуре живая вода была концептом, и они пошли в этом так далеко, что включили живую воду в молитвы о пришествии будущего Мессии. Есть даже праздник у евреев. Каждый год священник идет к источнику и черпает воду и молится о том, чтобы Бог послал им живой воды. Поэтому Иисус говорит в Евангелии от Иоанна. «Придите ко мне те, у кого жаждой напейтесь живой воды». Можете себе представить, святой подходит, Иисус для нас Бог, а для них невероятно. Он подходит и говорит, «Я дам вам живой воды». То и была молитва. Это и сделал Иисус. Он или лгал, или был Мессией. Вот такой выбор стоял перед людьми. Поэтому религиозные лидеры были так напуганы и потеряны пред его словами. Он говорил, что он Бог, и это было правдой, или же он лгал. Самарянка не понимала, что Иисус имел в виду, и она думала, что Иисус удовлетворит ее земную потребность в воде, чтобы ей никогда не пришлось больше испытывать жажду, приходить к этому ужасному месту, чтобы больше не встречаться лицом к лицу со своим стыдом. В сущности, она думала, что Иисус быстро все поставит на свои места. И у нее всегда будет чистая вода. Просто ради того, чтобы больше не встречаться с осуждением других людей. Если быть честным, Иисус не хочет дать нам немедленное решение проблемы, чтобы вы жили, как жили, припеваючи, устранив эту проблему. Нет. Он же хочет, чтобы вы преодолели себя и вернулись на путь истиной, который Он приготовил для вас. Жизнь, которая крутится не только вокруг ваших насущных потребностей, но жизнь, где струится вода рекой в прекрасном мире изобилия. Иисус и говорит ей тогда, когда она просит Его дать ей живой воды. Так и хочется сказать, Иисус, дай же ей живой воды. Почитаем дальше. Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Представьте себе, у вас такой необыкновенный разговор с человеком, который, как позднее окажется, и есть мессия. И вот он вам говорит, «Пойди и позови своего мужа». У нее было два варианта, быть честной или идти в свою деревню и не возвращаться больше никогда. Честно говоря, я бы, может быть, выбрал самый легкий путь. Ушел бы, и все, но она была честна перед ним. Знаете, в глубине души мы все боимся какого-то вопроса. Например, «Пойди и позови мужа своего». Вопроса, который заставляет нас чувствовать осуждение, снять свою маску, открыть свои карты. Тот вопрос, на который нужно ответить только правдой. Пару лет назад, в декабре, в Макдональдсе была акция. Выдавали акционные купоны. Можно было по ним получить носки или же рождественский колпак. И многим это очень понравилось. Я тоже часто ходил с коллегами, в то время часто в Макдональдс. Где-то в середине декабря я сидел в Макдональдсе, и вдруг я получаю сообщение от моей милой жены. «Дорогой, ты опять в Макдональдсе?» А в этом месяце ты оставил там уже 150 евро. Мне это напомнило фильм «Один дома два», когда все уже закончилось, и показывают Нью-Йорк, Кевина в парке в Нью-Йорке, и вдруг раздается крик. «Кевин, ты потратил 1300 долларов на гостиницу?» А вот так это звучало в моей голове. Я извинился и объяснил, что я платил за то и за это, и мальчикам так нравятся эти носки. Эй, ты же просто-напросто слишком много денег потратил на Макдональдс. Признайся. Теперь вы знаете, в чем проблема. И вы знаете иногда, что нет выхода. И пути назад тоже нет. Но самое лучшее место, где все ваши проблемы разрешатся, это рядом с Иисусом. Там нет осуждения. И там нет стыда. Почему же Иисус задает ей этот вопрос? Почему? Ведь она попросила Его дать ей живой воды. Зачем же Он словно нажимает на больное место? Зачем? Он обнажает ее стыд, ее глубоко лежащие чувства. Зачем нам вообще вся эта история? Я верю, что Он хотел, чтобы она поняла, кто Он такой. И что только Он может ей помочь в ее страданиях. Только Он. Поэтому Он и говорит, «Я знаю твою ситуацию, я знаю, как ты живешь». Лишь только из любви Он задает ей эти вопросы. Он хотел, чтобы она поняла, что Бог не забыл ее, что Он знает о ее проблемах. Он помнит о ней, несмотря на боль и отторжение, которое ей пришлось пережить. В то время было позорно остаться разведенной женщиной. Даже сейчас есть люди и в церкви тоже, стыдящиеся того, что они расстались со своим партнером, что они разведены. А церковь – это то место, где они встречаются с любовью Иисусом. И они там. Не для того, чтобы услышать, что они грешники, и как же плохо у них все сложилось, но это то место, где живет Иисус. У этой женщины было пять мужей. Но в то время в еврейской культуре ни женщина разводилась с мужчиной, но он с ней. У женщины не было права на развод. С ней случилось так, что все пятеро мужчин бросили ее. А шестой даже не хотел назвать ее своей женой. То есть ей было глубоко больно. конечно, в ней, возможно, тоже была проблема. Ее же боль укоренилась. Она смирилась и приняла жизнь такой, какая она есть. Я снова встречу мужчину. Но все будет так же, у меня больше нет надежды. У нас у всех есть свои моменты, которые мы принимаем как данность. Лучше уже не станет. Может быть, вы так же, как и эта женщина, были раздавлены жизнью. И вы смирились с мыслью, что это и есть жизнь. Я принимаю ее такой, какая она есть. У вас было представление, что вы вместе будете до глубокой старости, и у вас будет крепкая семья. и, может быть, из-за развода вы находитесь на краю. Вы окружены стыдом и осуждением. Может быть, вы уже давно боретесь со своими душевными проблемами, и вы никак не справитесь с ними. У вас взлеты и падения. А взлеты и падения... Я уже много лет в церкви, но все еще не избавился от своих проблем. Я же лидер. Я же не могу говорить честно. Лидеры, будьте честными. Мы живем настоящей жизнью со своими проблемами. Мы справляемся с ними здесь и сейчас. Так и вы будьте настоящими. Поговорите об этом. Может быть, вы честно рассказали о своей ситуации, вы думаете, ну и что? Например, вы уже годы как ищете работу и уже начинаете сомневаться в себе. Может быть, это из-за вас самих ничего не выходит. А может, вы все еще находитесь в плену у своего прошлого о ваших мыслях, которые все время крутятся у вас в голове. Чтобы вы не искали, какой бы ни была та пустота, которую ваша душа старается заполнить, вы снова и снова будете испытывать жажду. Если заполните эту пустоту чем-то другим, кроме Иисуса, даже больше, та самая жажда будет все увеличиваться. Эта женщина при своем шестом муже испытывала более сильную жажду, чем при первом. Ваша жажда будет расти, но есть способ никогда более не испытывать жажды. Я не говорю, что жизнь это не лишь роза, я не говорю, что у вас никогда не будет проблем, но есть лишь один способ не испытывать больше жажды, это обратиться к Иисусу, и он позаботится, чтобы у вас всегда был источник живой воды. Я хочу рассказать вам, что Иисус приготовил для вас жизнь в изобилии. В изобилии в ней будет много живой воды. Он хочет, чтобы вы знали, что есть другой уровень жизни, о котором мы даже и не мечтали. Наша живая надежда это Иисус. Я хочу сказать, что он бьющий вас ключом внутренний источник жизни. Я подбадриваю вас, не сдавайтесь. Он единственный, кто может поменять вашу ситуацию. Мы прочитаем из книги Исаии, где сказано «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Это, к слову, о душевных проблемах, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Для этого нужно всего лишь открыть свое сердце для Святого Духа, открыться буквально. Знаете, странно, Иисус заставляет эту женщину открыть свое сердце, но она все уклоняется от темы. А вдруг она начинает разворачивать с ним дискуссию о теологии. Где же нам поклоняться Богу на той или на этой горе, где поставить храм? Иисус знал ответ, но он не стал углубляться в спор. Он говорит, Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, «Ибо спасение от иудеев, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». Иисус говорит здесь, что время пришло, где не важно, что снаружи, у вас все гладко, и вы прекрасно живете, важно, что внутри. Позвольте мне обновить ваш внутренний мир, и в этом отличие между религией и отношениями. Лишь вчера у меня был разговор на эту тему. Религия это делать все для того, чтобы получить хорошую отметку. Это как «Ты грешник, и тебе надо стать лучше». Отношения же это когда вы принимаете любовь к Господу и живете в ней, и ваша жизнь начинает меняться сама собой. А в этом и есть разница между религией и отношениями. Иезекиэль говорит, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, ветхий завет, и дам вам сердце плотяное, святого духа». Знаете, наше время пришло, Дорбрекерс, и наши гости, открыть наши сердца Господу и стать честными перед самими собой. Вам не нужно больше ничего судорожно скрываться. И тогда Он сделает то, о чем вы даже и не помышляли, что это возможно. Все начинается с доверия, что больше не будет отторжения и осуждения, лишь любовь. Я знаю, что происходит сейчас в ваших головах, Он говорит о том и об этом, но только не о моих проблемах. «Нет, это неправда. Вы делаете свои проблемы, свою жизнь важнее того, что сделал для нас Иисус. И они не больше той жертвы, что понес за нас с вами Иисус. Даже ваш самый плохой поступок. Не пробуйте вычеркнуть что-то из этого, все входит туда, включая самое ужасное и грязное, что вы когда-либо делали. Потому что речь идет не о ваших поступках, но о любви Господа. Когда я только обратился в веру, кто-то задал мне вопрос. «Йорди, можно ли Иисусу заглянуть в каждый уголок твоего сердца?» Я ответил, «Подожди, я посмотрю». Но вечером я пришел домой, и тот вопрос крутился у меня в голове. Я встал на колени и спросил, «Господь, в какие уголки моего сердца?» «Тебе нет прохода». «Нет, тебе можно все». «Я открыт перед тобой». Лучше сказать, «Бог Отец хочет быть везде». И не не для того, чтобы стыдить вас, осуждать и указать вам на это. Представьте себе, что мы все будем открытыми и честными людьми, тогда, по крайней мере, то слово о церкви, что они все лживые, будет опровергнуто нами, ведь мы честные, открытые. искренние люди, дети любящего нас отца. Я вас не буду просить поднять руку или сделать что-то другое. Никто этого не увидит, никто этого не услышит. Это останется между вами и Богом. Я попрошу о вас просто быть честными самими собой. Есть ли что-то о чем вы бы сказали, а вот в этот уголок я не пущу Бога? Пожалуйста, поймите меня правильно, речь идет только о том, что сделал для нас Иисус. Самые лучшие и самые худшие поступки не перевесят того, что вы сделали. Давайте все вместе поднимемся с вами, встанем. Я верю только в то, что он сделал. Речь идет только о том, что есть здесь и сейчас. о том, какой потенциал вложил в нас Бог. И как его использовать и испытать ту свободу, которую дарует нам Бог. Больше не ходить с тяжелыми, набитыми, чужим добром карманами. Отец, мы благодарим тебя. Мы здесь, Отец, благодарим тебя за твою любовь. Спасибо тебе за твою любовь, наш Отец. Отец, я молюсь, чтобы твоя любовь изменила нас. не наши добрые дела, но твоя любовь изменит нас. Отец, я знаю, что ты зайдешь и в те уголки, в которые мы никогда, никогда не пускали тебя. Отец, я молюсь, чтобы ты продолжал любить нас. Спасибо тебе, Отец, за твою доброту, за то, что ты нас никогда не осуждаешь, что нам все прощаешь во Иисусе Христе. Спасибо тебе, Иисус, за твою жертву, за то, что ничто не может перечеркнуть содеянное тобой. Спасибо тебе, Господь. Мы знаем, что мы твои любимые дети. Отец, я молюсь, чтобы наши сердца полностью открылись тебе. Святой Дух, войди в нас. Господь, благодарю тебя, что потоки живой воды будут течь внутри нас. Благодарим тебя за обетования твои, что мы никогда более не будем испытывать жажду. В нас будет бить вечный источник. Благодарим тебя, Иисус. Аминь.